Животные широко использовались в народной медицине для лечения самых разнообразных болезней. Конечно, здесь будет предоставлен материал, который собран в полевые работы последние 20 лет, которыми я занималась. И, конечно, это очень маленькая часть болезней и разных заболеваний, и лечения их. Но, однако, те же животные, которые могли лечить, они тоже могли вызывать болезни. Например, особыми свойствами, как вредоносными, так и лечебными, обладала слюна жабы. Вели, что если жаба намочит человека, его лицо покроется с прутьями. То же случалось и с животными. Если жаба оплюнет в имя коровы, оно покроется бородавками. Это связано с тем, что, видимо, часто превращаются в жаб. Жабы являются одной из спостасей вень, поэтому можно сказать, что так они опосредованно вредят человеку. По поверьям, черей появляется, если человек переступает или останавливается там, где с землёй соприкасалась глаз лошади, когда она лежит на земле. И тут вот видно, как бы, даже сходство черья и вот глаза лошади, такая выпухлость похожа очень. Поэтому места, где лежали лошади, старались избегать, боясь заболевания черей. Говорят, что если ребёнок плачет, неспокойный, то у него на спине растёт щетина. Верили, что она возникает, если беременная женщина ходит по этому месту, где опаляли свинью. Поэтому у ребёнка на спине и появляется щетина. Щетина. Ну вот как у свиньи щетина. Волос свиньи щетина. Её, ага, её лечили с женой мукой. Рассказывали, что один молодой мужчина разорял муравейники. Через некоторое время он заболел такой болезнью, что дрожало и дёргалось всё его тело. Так говорят, что из-за этих муравей так Бог дал. Вот и ты так крутись. Старались маленьких детей не класть спать, тогда, когда курица идёт на носёт спать. Верили, что в этот момент ребёнка будет мучить, чтобы он не уснул. Было запрещено разорять гнёзда диких птиц, ласточек. Верили, что если разобьёшь яйца ласточек, лицо будет покрыто веснушками. И вот тут видим, как гнёзда... Гнёзда ласточек и веснушки, и даже вот эти птичьи яйца похожи. Если так происходило, веснушки вводила росой с окна перед восходом солнца и просили прощения у птицы. Места, к которым прикасались определённые животные, владали не только вредоносными, но и лечебными свойствами. Верили, что вода из-под копыта лошади имеет магическую силу. Ею потеряли больное место, веря, что сила и здоровье лошади перейдёт человеку. Особенно лечебные свойства имела земля из-под копыта лошади. Если ею потереть бородавки, они исчезали. Или бородавке нужно было потереть землёй, которая выпадала из копыта животного и имеет форму подковы. Чтобы было бы более действительную подкову, состоящуюся из земли, надо было положить так, как она была найдена. Говорили, что ведьмы могли отнять молоко, если в подол наберут земли и следят чужой коровы. Бородавки также лечили водой с копыта коровы. Увидев копыта, следовало не двигаться с места и промыть этой водой бородавки. И, конечно, мы здесь можем ещё видеть, что даже на камнях, где были следы коровьей стопы, тоже лечились люди и особенно лечили кожаные болезни. Место, где чесалась свинья, тоже было особенным, где тёрлась свинья. Говорят, что если об него потереть бородавки, они исчезнут. Камень, об который потерла свинья, был полезен для лечения рожи. Если ребёнка сглазили в Южной Литве, его накрывали корытом свиньи. Под лоханку детей засовывали, и тогда, когда они болели грыжей, корыто колали на пороге, и через него гоняли свинью. При этом родители вели такой диалог, что делаешь, грызь грызи, чтобы выгрыз три раза. Верили, что если свинья переступит через ребёнка, он выздоровеет. Говорили, что надо сосчитать бородавки и завязать на шерстяной нитке узелки в том же количестве, потом засунут под корыто свиньи со словами «Идите к чёрту». Особенными лекарственными собственными отличались и солома из подлеживающей свиньи, и её прикладывали к горлу, если ребёнок болел свинкой. Из больших, перейдём сейчас, какими же животными лечились, некоторыми, конечно, это в первую очередь лошади. Самыми полезными животными для человека были лошади, коровы, свиньи и овцы, поэтому реальные наблюдения и магические действия людей связаны с этими животными. Особым свойством отличалось молоко кобыли. Молоко кобылы чаще всего использовалось для лечения коклюша. От коклюша детей утром водили или носили по росе, и им давали пить кобыле молоко. Говорили, что от коклюша особенно помогает молоко белой кобылы. Иногда подчёркивали, что лекарственными свойствами обладает молоко чёрной кобылы. Кобылье молоко использовалось также для лечения другого инфекционного заболевания, дифтерита или кори. Его пили и от воспаления лёгких. В Северной Литве кобылье молоко пил мальчик больной эпилепсией и вылечился. Говорят, что кровь кобыль помогает от кашля и одышки. Лечили и слюной лошади. Говорили, что при испуге надо выпить и помыться водой, которая вытекает изо рта лошади, когда она пьёт. Водой, вытекающей изо рта лошади, мыли бородавки. Вот поили лошадь, неправильно, и так вот держали руку, чтобы эта слюна упала на бородавки. После мытья оставляли высыхать, отчего бородавки становились белыми, набухали и пропадали. Лошадиной мочой лечили кашел, одышку и различные кожные заболевания, зуд, бородавки. Если бородавки были на ноге, ждали, пока лошадь начнёт мочиться, и подставляли ногу по текущую струю мочи. Волосами из хвоста лошады завязывали бородавки, особенно животным. Брали это, бородавки, я как говорила, что если слюна попадёт на коровье вымя, и оно пойдёт бородавки, вот как раз мы видим, какие иногда бывают большие, и этим как раз с хвостом, волосами с хвоста лошади завязывали эти бородавки. Верили, что от сглаза можно выздороветь, если пролезешь между передними ногами лошади. И часто вот детей как раз совали между лошадиными ногами, потом наверняка это всё осталось, что детей пересовывали через... Ой, как называется, что вот кладёт? Через комут. Коровой является одним из символов материнства. С жемейтили была распространена одна из самых опасных болезней, называемая адская или смертельная оспа. Чаще всего этой болезнью заболевали дети, верили, что она появляется от испуга. Болеет ли человек этой болезнью, устанавливая по его ладони? Самым, если вот там бывала такая чёрная точка, говорили, что вот это как раз пякларупли или адская оспа. Самым действительным средством от этой болезни было лекарство из части желудка молодого телёнка, называемое сурогробис. Сурогробис — это то вещество, которое клали в молоко, чтобы делать сыр. И оно бывало только у молодого животного, у телёнка. Потом это средство исчезало. Коровы этого сурогробиса уже не имели. Его высушивали, смешивали с козьим молоком и прикладывали к спинам. Если трескались пятки, их мазали последом. Его использовали для лечения ран. Помёд животных давали при высокой температуре, от воспаления лёгких. На горло клали коровий помёд при ангине. Из-за свойства всё вытягивать коровий помёд, прикладывали к нарывам, фурункалам, чирьям. При сухих болях делали компресс из коровьего помёда, смешанного с глиной. Свежий коровий помёд прикладывали к ранам. От волоса также прикладывали коровий помёд, смешанный с коноплёй. Особыми свойствами отличались половые органы быка, особенно чёрного. Высушенный и облитой водкой он использовался для лечения желтухи. Свидня — одно из наиболее значимых в народной магии животных. Магическое воздействие на злак и другие растения оказывало не только свинья, но и вещи, которые с ней соприкасались. Путы, на которые висели свиное мясо, а также сено, оставшиеся после опаления зарезанной свиньи, говорят, что так называемые ушки сердца свиньи овладали особой силой. Вот здесь мы видим ушко свиньи. Своим видом они напоминают нарост на сердце. Бородавки своим видом также напоминают нарост на коже. Видимо, поэтому, если ушками сердца потереть бородавки, они сразу исчезают. Вот еще видим, какой. Если нарывало палец, варили мазь, называемая пэксмоли. Это слово сочетает тоже адская смола. Из свиного жира веток из маски для колес. К нарыву прикладывали свиной жир от адонес, так называемая болезнь. Готовили мазь из чеснока, свиного жира и пороха. Говорили, что такая мазь душит болезнь. Если ребенок ударял затылок или происходило растяжение внутри органов, натирали свиньим жиром тоже. Особенно подходит жир от кишек свиньи. Подходил жир от кишек свиньи. Бородавки надо было потереть старым салом и положить его под камень. Когда резали свинью, обязательно оставляли желчь для лекарства. Жельщью лечили рожу, болезни желудка, раны и многие другие болезни. Магическими свойствами овладали и помет черной свиньи. Говорили, что если перебросить помет черной свиньи или собаки через двух разговаривающихся людей, они поссорятся. Говорят, что бородавки исчезают, если сунют руку под текущую струю свиной мочи и потом вытереть руку об ее спину. От ревматизма делали ванны из свиного помета. Его надо было собрать в мае месяце и в ней делали ванны. В отношении овцы упомяну только лечение, лечебные свойства ее шерсти. Если ребенок сильно плакал, у него болезнь в живот, говорили, грызь есть пупок. Главная причина болезни была та, что грызь тянула за пупок. Чтобы его не вытянуло, клали шерсть черной овцы. Обычно шерсть должна была быть немытой. Если шерсть спутывалась, говорили, что это на самом деле грызь. Верили, что грызь есть шерсть, а не пупок. И спутавшаяся шерсть показывает, что болезнь вышла. Говорят, что грызник появляется тогда, когда женщина сжигает палку, которой был расщеплен пень. Черную шерсть, которую клали на пупок, мочили в святой воде. В Южной Литве черную шерсть мочили грудным молоком или водкой. Говорили, что после этого черную шерсть надо сжечь. Веточки растения грызника, смешанные с жиром и обвернутые в шерсть черной овцы, также помогали лечить эту болезнь. Ее прикладывали для того, чтобы не выпирал пупок. Черной овечьей шерстью лечили также рожу. Серая овечья шерсть придавала сил. Мизинец, обвязанной нитью из серой овечьей шерсти, уменьшает кровотечение после родов. Собаки также имели множество телебных свойств. И люди отмечают особенное поведение домашних животных. Считается, что собака чувствует приближение смерти хозяина, заранее реагирует особым воем. Может быть, из-за того голос собаки считался и лечебным средством. Если ребенок пугался собаки, его не лечили, поскольку верили, что собака вылоит испуг. Однако чаще всего при укусе собак использовалась ее шерсть. Если укусила собака, обвязывали ее шерстью. Собачья шерсть использовалась для лечения испуга. Если кто-то испугался собаке, надо было обкурить ее шерстью. Такая процедура лучше помогала, если взять шерсть из трех мест на собаке на заходе солнца. Если пугались чужой собаке, отрезали волосы из-под мышки хозяин, хозяйской собаки и окуривали ими, а пельвель клали на рану. В Западной Литве срезали прядь волос с макушки испугавшегося, добавляли шерсть собаки и клали на угли и окуривали. Иногда шерсть сжигали, сыпали, сыпая его водой и давали пить испугавшимися. Шерсть также использовалась от туберкулеза. На хлеб намазывали шерсть черной собаке и давали есть больному. Бородавки мазали мочой собаке. Для лекарства использовался и собачий помет. Лучше всего проходил белый собачий помет, который клали на зуб. В Центральной Литве его использовали от нарыва горла ангины. И вот это интересное свойство. Как раз мы были с подругой в экспедиции, у нее поднялась температура до 40 градусов. Ну и я уже записывала в этой деревне, что помет собаки полезен для ангины, но это как бы всегда бывает непонятно, насколько это средство использовано. И бабушка, как бы ничего не ждая, потому что у нее 40 градусов, а врача не было, там они жили очень в глубоком такой деревне, она пошла на улицу, взяла этот помет собаки, положила в печку камень, положила этот камень в ведро, этот помет собаки, налила это, накрыла мою подругу это, и она действительно на завтра у нее вообще не было температуры, до сих пор она ангины не болеет, так что вот это средство стопроцентно хорошее. На нагретый камень, вот как камень клали помет собаки, наливали горячую воду и вдыхали паром. Белый помет собаки пили, когда болело горло. Популярным средством от испуга собаки было налить ей воды, положить в нее хлеб и дать ей полагать. Таким образом, приготовленные лекарства давали выпить больному. От испуга собаки в блюдце бросали три кусочка хлеба и давали собаке их выловить, потом этой водой умывали больного. Особенным свойствами отличались слюна собаки для бородаков. Вот тоже давали полизать бородавки. Магическими свойствами отличались и кошки. Рассказывают, что у брата одной женщины была одна нога короче другой. Что с ним случилось, точно было неизвестно. Считалось, что это было врожденное, и ребенок мой мог повредить ногу, если неправильно встал или продуло и парализовало его. Чтобы ребенок поправился, мама сварила петериху котят и в этой воде делали ванну ребенку. Помет кошки использовался для лечения рожи. В жемотине, чтобы рожа прошла быстрее, помимо помета прикладывали еще и черную бумагу. Но интересно, что в одной деревне я нашла женщину, которая рассказывала, что ее бабушка все время кушала помет кота из-за того, чтобы быть очень молодой. И говорит, это было дихо, но она вот долго очень прожила, и вот лицо ее до конца было очень молодое. Вот это мне было шокирующе, но это ее была бабушка, и она вечно вот под кровати вытаскивала этот помет и кушала. И как бы она, я думала, что она вот как бы там... Нет, нет, она говорит, все было нормально. Просто она верила, что это вот омоложает и придает силу. Ну и говорила, она жила до 100 лет. Особенным свойством обладала кончик хвоста кошки. В Восточной Литве его поджигали, этим дымом лечили насморк. Или хвостом кошки проводили под носом. Хвост хвостки уменьшает давление, если подержать его вверх, за его вверх. Говорят, что если ячмень потрогать хвостом кошки, он тотчас пропадает. Кровь кота, особенно черного, также имела лечебное свойство. Ею лечили рожу. Говорили, что при лечении рожи надо покопать и немного выпить крови. Взяты из уха и хвоста кошки. Чтобы лекарства подействовали, отрезая части тела кошки, надо громко смеяться. и тогда не действует. Смех, конечно, часто прибегались, когда лечили или убивали животных. Я знаю, когда одни парни хотели найти косточку из летучей мыши, они взяли барабан. Один пошел за барабаном, другой за скрипкой, а третий уже взял летучую мышь. Ну и они пошли искать муравейника, нашли муравейника. И я вот слушала, зачем этот барабан, зачем этот смылька, вот этот, скрипка. Ну и говорит, я бросил, а этот начал на барабане барабанить, этот начал с скрипкой играть, чтобы они не услышали, как пищит этот летучая мышь. Они убежали все, а потом через несколько дней пришли искать эту косточку и говорят, ну вот как бы искали, искали, ничего не нашли. Но я, говорит, и так имел женщин. Нет, как бы не было проблем, это может им больше надо было бы. Помимо перечисленных крупных домашних животных, в народной медицине широко использовались земноводные насекомые. Прежде всего, это змея и жаба, которых материала очень много, что после, просто невозможно остановиться на этом материале. Из насекомых прежде всего использовались пчелы, также мухи, муравьи. Из мелких животных использовались также крот, его кровь и шкура. И немножко остановлюсь вот только на медведике. Медведика считается смертельно опасным животным. Ею называют девятимысленным. То есть у нее столько мыслей, а девятая мысль самая опасная. Она думает, девять мыслей, а девятая самая опасная. Медведика думает, девять мыслей, и в это время кусает человека. Тогда укушенный человек должен умереть, и никто его не может спасти. В то же время медведика используется как противоядие от змеиного укуса. Ею лечили лошадей, особенно если лошадь болеет болезнью внутренности, вонсочус, так называемый. для этого надо было голой рукой убить медведьку, а потом этой рукой дотронуться до животного. Ну, конечно, как медведь, так и крот. Вот внешность очень похожая его конечности на человеческую, и поэтому вот это свойство лечить медведьки, конечно, оно очень сильное. Убийство медведьки это магическое действие, когда медведьку убивает голой рукой и необычным образом оттылом стороной ладони, ну, вот так как бы, обратно, и одним, обычно одним маком. Иногда говорят, что надо правой рукой и убить с первого удара. Убийство медведьки вот этой стороной это своеобразное его обезвреживание. Говорят, что тыльной стороной руки убьет медведьку, тому не вредит ее укус. Или у того, кто убьет медведьки, не будет болеть рука. Однако главная цель, которая преследует при убийстве медведьки, это лечебные силы. Таким образом можно получить помогающую руку. Ну, я вот покажу как бы вот икрот здесь, и вот бабушка кротом, вот такой кротовской рукой тоже лечили коровьи болезни, которые называли мышами. Иногда крота убивали, а иногда его вот так заглаживали до смерти. И таким образом руки становились лечебными. Ну, и последнее вот обобщу. Обобщая, можно сказать, что животное занимает важное место в лечебной практике. Для этого использовали само животное, все его тело, отдельные его части, конечно, сеза, внутренние органы сердца, жирополовые органы жидкости и выделения, молоко, кровь, желт, слюна, экскременты, внешние части тела, щетина, шерсть и подобные. Примечательно, что некоторые животные и их части обладают противоположными свойствами. Они лечат, и от них же можно заболеть. Интересно, что магические свойства приписывали также местам, с которыми соприкасали животные, причем эти места были обманентные. Они могли быть опасны для человека, а также и полезны. Ну и тут несколько куриц, если курица не несла много яиц, ее клали в штаны мужские, и таким образом она начала плодиться. Если у женщин было многомесячных, вот это последний материал, я делала фильм, это надо было скорлупу взять водички и где вот крест сходится лить эту воду на перекресток этих творос, как же я просто была. Да. Все, спасибо.